И неспроста мы про Дедушку Мороза заговорили. В библиотеке Губкинского объявили акцию «Письмо Ямал-Ире». Кто и о чем может написать ямальскому волшебнику, мы узнаем у библиотекаря Александры Артамоновой. Саша, доброе утро. Расскажи, пожалуйста, как появилась идея такого конкурса акции? Уже два года подряд в библиотеке Губкинского проходит акция «Сказочная почта Ямал-Ире». И как раз в Сочельник в прошлом году к нам пришла вот такая вот идея провести конкурс «Письмо Ямал-Ире». И мы подали его на конкурс «Ямальские молодежные инициативы», где получили поддержку в размере 100 тысяч рублей. Вот так у нас и появился конкурс «Письмо Ямал-Ире». Александра, скажите, пожалуйста, кто может написать письмо «Ямал-Ире» и вообще о чем писать? Просто подарки просить? Поучаствовать в конкурсе могут жители города Губкинского от 7 до 14 лет. И в своих работах они должны отразить те добрые поступки и дела, которые они совершили за 2022 год. Форма может быть абсолютно любой. Это либо письмо, либо видеоролик. Но самое главное, у нас приветствуется креатив и интересная подача. Саша, скажи, пожалуйста, а сколько будет номинаций в конкурсе? Всего будет три номинации. Это письмо, видео и любимчик зрителя. Письмо и видео вы можете выбрать самостоятельно, а вот в номинации «Любимчик зрителя» могут поучаствовать только те, кто подаст видеоролик на конкурс. Мы разместим у себя в библиотеках Губкинского опрос, где жители города будут сами выбирать, какой видеоролик им понравится больше всего. А как будет проходить голосование в номинации «Любимчик зрителя»? Губкинцы присылают нам свои видеоработы, прикрепляют их либо на Яндекс.Диск, либо на Гугл.Диск, либо загружают ВК-клипы. Потом мы их будем размещать у себя в библиотеках Губкинского на стене еженедельно. А Губкинцы по итогу выберут самый любимый видеоролик, который им больше всего понравился. А какие будут призы? До какого числа нужно успеть написать письмо или снять видео? Призы мы пока что не раскрываем, но точно каждый участник получит именное письмо от Ямал-Ирю. И до 4 декабря нужно прислать свои работы. Видеоролики подгружаются, как я уже говорила, на Яндекс.Диск, Гугл.Диск или ВК-клипы, а письмо нужно принести в любую библиотеку города и заполнить электронную заявку. Скажите, а какие еще в ближайшее время будут проходить мероприятия в библиотеках города? Самое ближайшее – это в эту субботу, 12 ноября, пройдет фотодень по Пушкинской карте. У вас будет всего лишь 30 минут для того, чтобы запечатлеть себя на локациях библиотеки, в различных ракурсах. Это фотоспринт, где ты с фотографом будешь ходить по библиотеке и фотографироваться в локациях. Чем больше фотографий ты успеешь сделать, тем больше унесешь с собой. И это мероприятие пройдет эксклюзивно для держателей пушкинских карт. Спасибо, что встретила это утро с нами и твое пожелание горожанам на день грядущий. На грядущий день я пожелаю всем нашим губкинсам тепла и счастья. Ведь зима у нас долгая, холодная, и самое главное – это согреваться, и чтобы на душе у нас всегда была весна.